Всем привет, всем здравствуйте! Оля из Тампы, из Финляндии. Сегодня я достала свой талмуд и отвечаю на вопросы подписчиков. Ну и конечно, комментарии все в одну кучу. И слабонервных прошу не смотреть, потому что первое было вот такое. Видео, где мы с Кеюшкой были в магазине, ну он всегда дурачится. И кто со мной, ну прямо вот с первых видео, вы помните, я Кею не показывала только из-за того, что мне писали комментарии, что все Финны одинаковые, они алкаши, грязные, вонючие. Господи, чего только они писали. Ну и конечно, мужа своего я не показывала. И мне писали, ваш муж точно такой же Финн, которые приезжали в Выборг и так далее, и так далее. Ну я думаю, не только алкаши в Выборг ездят, но вот такие комменты оставляли мне. И первый раз я показала его только из-за того, что действительно подтвердить никакой он не пьяный, не алкаш. Нормальный, обыкновенный человек. Ну и тогда вот он зазвездился, что ему стали писать комплименты. Какой приятный Оля у вас муж. Ну и почему я вот так издалека зашла? В том виде он кладет палец в рот и делает вот так. И одна дама написала, ой, ты не поверишь, я умею делать точно так же. Потом приписала вторая дама и написала, что ой, мой муж умеет точно так же делать. Я ржала, я думаю, ну как здорово, девочки, приезжайте, втроем будете выступать, а я буду как киса воробьянина стоять у фонтана с шапкой и на четырех языках просить. То есть просто заработаем миллион. Ну как здорово, что есть вот такие веселые, адекватные люди с чувством юмора на моем канале. Ну есть такие, которые пишут, зачем же Кею грязные руки в рот положил? Ну я ей ответила, что Кеюшке 70 лет. Вы знаете, можно ребенку пятилетнему, шестилетнему, семилетнему дать по руке, чтобы он эти руки в рот не клал. Ну когда 70-летний мужчина, мужик, вот так прикалывается в магазине, строит мордой и вот делает этим пальцем за щеку, чтобы был вот этот хлопок, я, к сожалению, такого делать не умею. Ну это здорово. Ну и опять же, я когда рассказала Кею, говорю, посмотрите, какой камень доставили, зачем же ты грязные руки в рот положил? Он так смеялся, говорит, слушай, ты не представляешь, мы в детстве, когда у нас была вот такая путарха, то есть у них была дача, в Ленбола, ходили вот ряд морковки, вытаскивали морковку, потрясли землю в рот, съели этот, что это, зеленый хвостик в мусорку и вот так ели. И точно так же яблоко срывали, терли о грудь, кусали и ели. Теперь даже от яблок много раз говорят, огрызки есть нельзя, представляете, вот рядом с огрызком, потому что собирает все вот эту плохую экологию, что есть. То есть я когда, конечно, Кею этот коммент прочитала, он улыбнулся и сказал, что да, слишком мало микробов, это тоже не все очень хорошо, все нужно вот так, как говорится, малость яркие, как я всегда говорю, что с холодными мозгами, ну и как вы считаете, пусть Кею прикалывается до сих пор или его лучше не снимать. Ну и когда я пишу про экологию, что мусорка у нас вот такая, раздельные банки отдельно, крышки отдельно, бумага отдельно, то есть экология должна быть, ну и вот такая написала мне дама, что в России экология стала лучше, потому что я уехала из России. Ну что я этой даме хочу сказать, конечно, я ей написала очень культурно, что мадам, идите в палату, скоро будет ужин, вам дадут таблеток, пилюль, и ваш вечер продолжится вот в палате, помните, как палата номер 6, хочу прокурора, а где прокурор, где раньше Наполеон лежал, вот здесь из этой же оперы. Да, иногда, конечно, комменты очень странные и непонятные, это вопрос, коммент наезд или просто вот такой, знаете, как говорится, да, плохой день у человека, и он решил этот негатив слить на меня. Ну, опять же, я раньше говорила, что даю три раза возможность написать, но у меня нету сил три раза вот эту чушь писать, читать, то, что люди написали, кажется, после первого раза. Лети, моя родная, лети, да, лучше лететь. Вот, не знаю, как вы бы реагировали, если бы вы были блогером. Ну, и потом поездки. Оля, поездок слишком мало на вашем канале. И я говорю, что народ, ну, во-первых, а, год и второй не было возможности поехать. Вы же помните, как мы ездили в Хельсинки с масками, это был такой трэш, до сих пор вспоминаю, как в холодном поту. И после этого написали, что поедте-ка вы еще раз туда, и поедте-ка вы сюда, и поедте-ка вы в 3-е, 10-е, 5-е, 20-е. Народ, ну, как можно поехать, когда вот такие цены на бензин, и когда такие цены на все остальное? Да, конечно, если бы мне YouTube приносил хотя бы тот заработок, который был вот до всей этой ситуации, которая случилась 24 февраля, почему бы не поехать? Ну, так как теперь монетизации практически нету, то есть это просто вот такое хобби. Но, опять же, я жду, когда что все устаканится, и опять в России включится монетизация, и будет хоть какой-то доход с этого YouTube-канала. И когда мне спрашивают, ой, какой доход с YouTube-канала? Народ, доход плюс-минус ноль. Ты получаешь деньги, заплатил 30% налога, заплатил за быстрый интернет 50 евро, вот что тебе осталось. Смех да грех, как говорится. И когда люди пишут, ну, вы поедьте, да, конечно, можно поехать, но паркинг тоже стоит. Если даже просто в центр поехать на автобусе, 3,5 в один конец, и плюс, если я еду на машине, нужно заплатить за бензин и за паркинг. Пожалуйста, не советуйте мне, куда мне поехать. Я прекрасно знаю без вас, когда все устаканится, и будет опять какая-то монетизация и так далее. Поверьте мне, поеду, с нему нет проблем. Но тоже мне не хочется, как говорится, и в минус работать. Ну и дальше хочу рассказать веселую мульку. Я всегда говорю, Финляндия настолько все просто. Даже если я голая пойду вынести из своего дома мусор, ну, я не знаю, ну, может, какой сосед обернется, а может, даже и никто не обернется. Ну, идет человек голый быстро вынести мусор. И, как говорится, слава Богу. И хороший пример. У нас прорвало у соседей трубу. Я сижу в халате после душа, голая, с мокрой головой, на голове полотенца. Думаю, сейчас вот высушу голову, попью кофейку, буду одеваться, собираться, как говорится, вот к 10 часам ухожу. Звонок в дверь, открываю. Стоит мужчина в рабочей одежде. У вас у соседей прорвало трубу. Сейчас мы его час всех обойдем, чтобы, если вам нужно, вы переезжаете на ту сторону дороги. Мы открываем эту дорогу, асфальт. Вот там такая лужа. Я говорю, ой, большое спасибо. Да, я, значит, свою машину паркетнула на ту сторону, что думаю, сейчас вот если они откроют это, мне уже из этой, на другую сторону улицы не переехать, и приду обратно. И вот, выходя из машины, я понимаю этот ужас. Я голая, на мне одет халат, на голове полотенца, на ногах у меня шлепки, и вот эта лужа, которая, ну, мокрая, скользкая и так далее. Я думаю, если сейчас я пойду по этой луже, я навернусь, я навернусь наверняка на спину, ноги кверху, я голая. Мужиков 5-6, да, они просто работать не смогут после того, как они увидят меня голую. Ногами кверху они будут ржать весь последний рабочий день. Если пойду по траве, трава мокрая, я просто по колено провалюсь в своих сандалях. И вот я от этого ужаса просто обалдела. Либо стыд, либо то, что я провалюсь в этих сандалях, вот по этой мокрой, по газону, или как это, трава, земля, как называйте, как хотите. Но все поняли, вот эту картину маслом приплыли называется. Ну и я выбираю, конечно, утонуть в этих сандалях по этой траве, чем навернуться на спину вот в голом состоянии в этом халате. Ну, мужики, видно, поняли, что почему я пошла туда. Один, второй протянул мне руку, мне помогли вот это все, как говорится, преодолеть. Ну и китуш я, конечно, да, всегда хочу отблагодарить. Я сварила кофе, открыла пачку хорошего печенья. Я всегда у меня из печенюшки поставила пакет молока, вынесла вот такой раскладной стол. Говорю, поэту, как ахмели. Идите, мальчишки, попить кофейку. Они были в такой радости, потому что тоже приехали, вот их сорвали на аварию, что прорвало трубу, им нужно было вот это все заделать. Они попили кофейку, поблагодарили меня. Я вышла по обратным уже в сапогах одетая, все это самое, взяла машину, поехала по своим делам. Ну, вот такая ситуация. Да, конечно, ты можешь свалиться голой, но поржут они, никто с телефоном не будет стоять, чтобы это выкладывать в YouTube. Но вот хороший пример. Сейчас недели две обсуждали. Девушка голая, на своем балконе, в своей квартире, никакое социальное съемное жилье занималась йогой. Мимо проходила тетка, которая сфотографировала и послала в полицейский участок, и вызвала полицейских, что как это она портит вот эту вот картину и так далее, что она голой занимается йогой. Ну, мы с моим, когда сидели в машине и вот это по радио рассказывали, мы, конечно, прикололись. Я говорю, слушай, ну, мужики, может, тоже проходили, тоже фоткали. Ну, загибает ноги йогой. Ну, и слава богу, может, у нее вот такая тема голого тела. Ну, видно, какая-то старая дева проходила, а тут молодая загибает ноги. Ей в жизни так ноги не загнуть. Поэтому вот она позвонила в полицию. Ну, я считаю, что юмор всегда должен быть. Вот ситуация со мной, как я вышла в этом халате голая, или вот как с этой дамой, девушкой, которая занималась йогой на балконе. Ей дали народ штраф. Да, потому что, если ты в своем хуторе, тебя никто не видит, делай, что хочешь. Но на балконе вот это юлки, а не сиво, то есть, да, люди проходили, и вот такая старая дева наверняка сфоткала и послала в полицейский участок. Так что, если йогой занимаетесь, занимайтесь на хуторе, не занимайтесь на балконе, где вот такие тетки мимо проходят. Ну, и следующий коммент был написан, и я хочу сказать, я не знаю, каким местом люди смотрят видео, только я записываю видео и рассказываю пять профессий, прошу прощения, которые не в Финляндии не котируются, то есть, педикюр, маникюр, стилисты и так далее, и так далее. И тут же мне оставляют коммент, Оля, ну нельзя найти вам какую-нибудь более женскую профессию, маникюр, педикюр или администратор в салоне? Ну, мне хочется, конечно, ответить. Народ, пожалуйста, включайте звук и слушайте, а не то, что включил видео, пошел в туалет, пришел, уже, как говорится, конец, и я говорю, не хворайте. Нет, надо, конечно, слушать, о чем я говорю. И если батарейка в слуховом аппарате села, вы не слышите, ну, поменяйте батарейку на всякий случай. Это, конечно, тоже вот такая шутка сквозь слезы. Ну, иногда рассказываю, кажется, что вот как в пустой колодец, кричи, а оттуда не кричи. Помнишь, помните, как Волга-Волга? Ты кричи, что не кричи, а ты кричи, что не кричи. Вот, и тут точно так же. Не знаю, каким местом смотрят. Нет, в Финляндии маникюр, педикюр и администратор салона, это не профессия. Я всегда говорю, идите на ту профессию, заходите в лист, и смотрите Дуни, Тори, Пистуфи. Говорю для тех, кто живет в Финляндии. Набирайте, заходите и смотрите, какие вакансии есть. И опять же, хочу записать видео про то, как я ходила на собеседование. Это будет вообще отдельная история. Расскажу про это в отдельном видео. Так что, конечно, женщины, маникюр, педикюр, администратором в салоне, да, может быть, в какой-то другой стране, но не в Финляндии. Так что, когда вы смотрите видео, пожалуйста, включайте звук или поменяйте батарейку в слуховом аппарате. Ну и еще один коммент тоже меня удивил. Снимаю, собирала его для безработных, потом вставила маленький кусочек города, и мне был оставлен коммент, что ого, как женщина приятно одета одна. Ну и я, конечно, написала, почему женщины в Финляндии должны быть плохо одеты. Вот, не знаю, снимать город, показывать, как люди одеты или нет, потому что я показываю не для того, чтобы кого-то обидеть. Вот, посмотрите, какая толстая, страшная, с грязной головой, с крабиком на голове, какой ужас, да я вот так только посуду мою у себя в доме, чтобы никто не видел. Нет, я показываю только для того, чтобы действительно, если, например, в вашей стране вы ходите на шпильки 20 сантиметров, чтобы все упали в обморок от ваших красивых ног. И от туфлей в Финляндии нет. Ну, есть, наверное, у кого-то такие туфли, ну, может быть, я не знаю, у моих подруг нету. Ну, если такие есть, наверняка стоят, может быть, где-то вот для этих вечерних забав. Ну, а так, в таких туфлях ни разу я не видела, чтобы мои подруги вышагивали. И поэтому настолько люди просто одеваются, вот им удобно так. Да хоть тут мода, хоть стилисты, хоть визажисты, хоть педикуристы, хоть что. Она пойдет вот так. Финки в этом плане настолько воспитаны вот так. Если им это нравится, они оденутся. Как нравится им. Я не знаю, как их воспитывают, что им внушают с маленького детства, с маленьких вот этих годков, что вот они настолько уверены в себе. У нас все равно какое-то есть. Ну, вот могу ли я так, а вот это вот так, а вот это что-то как-то не так. Да, нет. А у них наоборот. Вот она оделась, и она считает, что она самая, самая-самая. И про красоту в Финляндии никогда не заикаются. То есть ты можешь сказать, он сулойнен. То есть ты можешь сказать что-то, хоть какой комплимент, но ты не можешь сказать, что он каунис. Люди не поймут, а при чем здесь каунис. И когда Марина Миккина снимает про сумочки, и говорит, ой, какая аппетитная сумочка, и был написан коммент, а почему все время вот эта аппетитная какая-то должна быть. И в Финляндии тоже есть такая поговорка, макия лауку, или ка макия пусеру, то есть сладкая сумка, или сладкая кофта. Не переводите это, да, словно она. Никакая не сладкая, ее нельзя ни улизнуть, ни куснуть, ни попробовать. Это просто вот такое слово, сочетание, которое часто употребляется, макия лауку, макия пусеру, макия цельма лазит, макия корва корот. Все должно быть вот такое сладкое. Но это сладкое не является, это просто вот такое нарицательное, наверное, слово. Помните, у меня есть тоже учительница, которая все время на меня наезжает. почему я не использую длинные речевые обороты. Ну вот как их использовать, если не успеваю я их использовать. Ну и следующий коммент сейчас всех слабонервных. Держите телефон двумя руками, потому что я тоже, когда прочитала, я рассказала своему, мой был в таком ужасе. И да, то есть такая пауза у нас была, и потом мы только поняли, что человек, конечно, пишет больной на всю голову. Ну и коммент. Ваш муж в молодости часто посещал гостиницу Виру. Он знаменитый алкоголик и бабник. Я когда это прочитала, я говорю своему, слушай, может и действительно вот тебя узнали. И честно говорю, я даже испугалась, потому что там был очень длинный комментарий, и когда начала женщина писать, я вообще, я подумала, видите, я даже заикаться начинаю, я подумала, она сейчас напишет, имею от вас ребенка, и хочу 30-летние алименты, чтобы вы мне заплатили. Ну, у меня уже лед фантазии, как говорится, у меня уже роман, большинский роман могу написать на эту тему. Ну, и когда мы начали с Киев жить, да, тогда Финляндия не являлась Европа-Униона, и если ты куда-то уезжал, в паспорте всегда был штамп, куда ты выезжал, и куда ты приезжал. И когда мы начали с ним жить, ну, он показывал мне свой паспорт, где он был, он был, например, в Ташкентце, Макар Бухара, он вспоминает это много раз, безумно ему понравились эти путешествия, ну, просто красота. Потом он был в Ленинграде, он был в Выборге, и он был в Ялте. Вот эти штампы есть, я он мне показывал, потом они были в Марокко, то есть, ну, вот все, как говорится, как у всех. В той стороне он ни разу не был, и когда мы начали вместе жить, я говорю, слушай, ну, вот эти теплоходы ходят, я в Таллине была столько, много раз, я в Таллине знаю, вот этот центр от вокзала, подарочку, здесь на углу кафетерия, потом выходим на Ратушную площадь, там еще и пирожковая, если хочешь, потом есть старая кафетерия, которая в Таллине самая старая, я говорю, Таллин знаю, как свои поперчатся, поехали. И вот мы первый раз поплыли на теплоходе с ним, то есть, ему безумно понравилось, и вот, как говорится, мы полюбили Таллин. Но, да, меня он в Таллине никогда не был, они всегда ездили в Выборг, и когда вот эта дама пишет, что мой муж, известный лавелас, извиру из гостиницы в 90-х годах, и вот еще такой алкаш, ну, я, конечно, ржала, или ржать вроде как и неприлично, вот при таком комменте, но народ, как вот вы считаете, это пишет человек, который больной на всю голову, это сидит тетка, которая вот вспомнила, в лице какого-то финна, с которым она, может быть, гуляла в каком-то валютном баре, ну, все финны могут быть на одно лицо ей, наверняка, если вот она сейчас, сколько лет ей должно быть, то есть, конечно, иногда читаю комментарии, очень хочется ответить, ну, а как ответить, то есть, вроде как и культурно, а с другой стороны, ну, больные люди, больные просто на всю голову, и чем больше ведешь YouTube, тем больше понимаешь, что, конечно, да, вот от них надо очень быстро избавляться, ну, и следующая работа жениха, муж и так далее, ой, вот эти комментарии, я не знаю, записывать отдельное видео, или рассказать здесь, или вообще, как говорится, оставить эту ситуацию, ну, я считаю, что если вы уже живете в Финляндии, и действительно у вас есть рабочее место, и так далее, и так далее, народ, не торопитесь, не торопитесь искать нового мужа, вешать себе на шею, вот эту абузу, да, муж всегда работа, да, это тоже абуза, его нужно накормить, обстирать, обслужить, и так далее, и так далее, это тоже всегда, как говорится, такая работа, если вот такого прямо жареного петуха вас не клюет, у вас есть свое жилье, у вас есть работа, у вас есть доход, не рвите когти, чтобы быстро-быстро найти, вот все подруги с замужем, а я вроде как разведенка, народ, вот вы встретите этого человека, я не знаю, где вы его встретите, у меня нету, к сожалению, вот этого кристального шара, который бы я сейчас сидела, терла, и рассказывала, пойди туда принеси, то неизвестно что, нет, вы его встретите, и вы можете его встретить хоть где, хоть на бензоколонке, вы поедете заправиться, что-то вам будет не нажать, и всегда подойдет какой-то, вот такой мужчина, который с удовольствием женщине поможет, и антиэкскамалость, и вонглаута, извините, пожалуйста, вам не помочь, ко мне так походили, подходили 250 раз, потому что, во-первых, я не вижу, мне нужно одеть очки, потом вставить карточку С, потом вставить банковскую карточку, потом открыть, потом взять, засунуть, и для меня это большой стресс, я заправлялась в жизни, несколько раз, и я это вспоминаю, как в холодном потуру, я всегда, как говорится, хоть куда, только чтобы самой вот этим не заниматься, я думаю, таких женщин, как я много, мы рулим до тех пор, пока есть бензин, но когда бензин кончается, и финиту ля комедия, и вот, конечно, на первую заправку, когда приезжаешь, если еще заправка тебе незнакомая, то есть, конечно, всегда, вот, холодный пот, но опять же, постояв 2 минуты, всегда найдется вот какой-то мужчина, который с удовольствием вам поможет, и вот слова за слову, что, как говорится, слова за слово, и вот вам, будьте любезны, как говорится, жених, точно так же, раз у морозилки подошел мужчина, спросить про пиццу, и так далее, я не говорю, что вот я такая прям звезда, красавица, что ко мне все липнут, как рассказывала тут одна блогер, что прямо женихи, выстраиваются к ней в очередь, ну, я не знаю, какие там женихи выстраиваются, ну, вот, действительно, такие жизненные ситуации случаются, да, всегда можно, как говорится, поржать, и поехать дальше домой, к своему любимому мужу, так что, народ, не парьтесь, найдете вы свое счастье, и неизвестно где, найдете вы в магазине в призме, у Пакасты Алта, вот, где эти морозилки с пиццами, или поедете заправлять машину, и вот подойдет к вам вот такой, который с удовольствием вам поможет, если действительно вы растеряетесь на этой бензоколонке, и точно так же, когда я снимаю видео, и говорю, что финский язык нужно учить, вот, если действительно вот на таком хуторе вы очутились, и так далее, и так далее, и мой рассказ, иногда не понимают, вот, как я вещаю, может быть, действительно мой русский язык не так хорош, но я говорю о том, что, если действительно, вот такая ситуация, не то, что у вас должно быть на счету миллион, вы сразу пошли учиться водить машину, и купили себе Мерседес, нет, можно всегда взять у соседа, у соседки, у вашего мужа, в субботу машину, и поехать до того же почтового ящика, чтобы забрать газету, чтобы был какой-то навык вождения, и после того, как у вас появится этот навык вождения, даже первые какие-то курсы, и вы пойдете работать, всегда спрашивают, есть у вас водительские права, потому что на многих рабочих местах есть от фирмы машины, то есть, если даже вы какая-то, вот, как я, Хойва Абужская, помощник пенсионера, есть такие, которые ездят по домам, и возят этих пенсионеров, то есть, вам дадут от фирмы машину, и поехали вы, вот у вас уже будет навык, то есть, не стесняйтесь, я всегда за это лучше спросить, переспросить, чем вот эту свою настырность, как говорится, проявлять, и думать, что, ну, зачем я пойду учиться, наводить машину, если вот действительно, у меня нет денег купить себе Мерседес, ну, и на последних, на последних, что на мне, многие помнят, мои любимые серьги, да, из Турции, это лунный камень, и вот такая, лен туника, безумно нравится этот фасон, вот такой, овисайз, здесь длинный рукав, но я люблю этот рукав, подтянуть, мне нравится вот так, то есть, фасон вот такой, поправился, похудел, постирал, повесил, то есть, в принципе, делать с ней ничего не надо, это 100% лен, и фирма, Раллстон, то есть, многие знают, кто живет в Швеции, они сейчас скажут, ой, Оля, эта фирма у нас есть, в центре Токольма, целый большой магазин, да, очень красивая фирма, да, конечно, вот такая на любителя, скажем так, но опять же, вещи на века, потому что, это чистый лен, и непереработанный лен, вещь куплена, ну, и моя любимая помада, от Люмены, многие знают, что на видосике, я люблю вот такой красный рот, подписывайтесь, не хворайтесь, с вами была Оля из Тампера, всем физкульт-привет, пожалуйста, пишите комментарии, пожалуйста, пишите новые вопросы, не хворайте.